МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чувашии дневной выпуск информационной программы Республика. С главными событиями на этот час вас познакомят наши корреспонденты. И я, Юлия Важенина. Продолжаются поездки главы Чувашии по районам. Михаил Игнатьев побывал в Козловском, Урмарском и Янтиковском районах. Жители сразу трех муниципалитетов получили ответы на интересующие их вопросы. А главы администрации районов отчитались о проделанной за год работе. Козловские районы издавна славятся своими плодородными почвами. Ежегодно в районе собирают богатый урожай зерновых культур, картофеля и хмеля. 2014 год стал для жителей района особенно урожайным. Во всех смыслах этого слова. 2014 год удалось завершить практически с положительными результатами по всем показателям. Как в отрасли сельскохозяйства год был благоприятным для наших тружеников, так и в промышленной сфере. Везде индексы положительные. И, соответственно, то, что наши предприятия так сработали, дало нам возможность в целом получить те суммы налогов, которые мы планировали, даже их перевыполнить. Кроме того, в районе удалось повысить заработную плату работникам бюджетной сферы. Этого требовали майские указы президента страны. Михаил Игнатьев оценил слаженную работу местных властей и отметил, что траты этого года должны быть умеренными. По ту же нам придется завязать пояса. Почему я так говорю? Потому что мы не добираем по этому году, я это уже озвучивал публично, 3 миллиарда 300 миллионов рублей. Это самый мягкий вариант. Второй вариант – можем не добрать 5 миллиардов рублей. И мы меры соответствующие принимаем. Антикризисный план на уровне правительства утвердили. До 1 апреля все муниципалитеты обязаны предоставить свои предложения по оптимизации расходной части бюджета и по пополнению налоговой базы. Несмотря на экономические сложности, в республике достроят все детские сады. Однако, учитывая возможный недобор налоговых поступлений, начало строительства некоторых объектов, возможно, будет смещено. При этом принятое социальное обязательство выполнится в полной мере. По фельдшко-кушерским пунктам мы запускали проект 100 ФАПов для селя. В принципе, 60 введены, 40 мы введем их практически в этом году. Последний ФАП введен в республике, соответственно, в августе месяце. В перспективу мы запустим проект 50 или 70 клубных учреждений тоже для селя. Ибо помещения должны быть, они не только как клубные учреждения, вообще многофункциональные, универсальные центры для бизнесменов, для молодежи, для того, чтобы люди могли собираться, общаться, решать вопросы. В Козловском, а затем и в Урмарском районах глава Чувашия вручила ветеранам войны юбилейные медали. Очень важно, отметил Михаил Игнатьев, чтобы все места воинской славы, а их в республике более тысячи, были благоустроены ко Дню Победы. В ходе поездки глава республики пообщался с жителями районов. Ради справедливости надо сказать, что в каждом муниципалитете есть немало проблем. Власти ищут пути их решения. И это очевидно. Председатель Янтиковского районного совета ветеранов войны, труда и правоохранительных органов Римма Гурина считает, что муниципалитет активно развивается во многом благодаря поддержке правительства. И от имени ветеранов попросила Михаила Игнатьева выдвинуть свою кандидатуру на пост главы Чувашии. Дарина Игнатьева, Алена Алтухова, Сергей Рябчиков, Республика. Пять пассажиров маршрутки пострадали в ДТП в Чувашии 13 марта. Мужчина в состоянии алкогольного опьянения угнал иномарку и совершил ДТП 15 марта. Сообщения об авариях в новостных лентах по количеству, увы, лидируют. О безопасности дорожного движения говорили накануне на правительственной комиссии. 1932 ДТП, в которых 254 человека погибли, 2406 ранены. Таков итог прошлого года. Согласно статистике, цифра, конечно, ниже, чем в 2013. В целом, по республике количество аварий сократилось на 5,7%. Подпортило картину ситуация в некоторых районах. Нередко в сводке происшествия фигурируют маршрутки. Транспортная дисциплина на этом виде перевозок, как известно, страдает. О том, как ездят водители маршрутных такси, слагают анекдоты. Впрочем, чаще всего бывает не до смеха для борьбы с такими нарушениями, как, к примеру, перегруженность. В прошлом году госавтоинспекция провела 9 рейдов автобуса и другие мероприятия. Также среди распространенных причин ДТП назывались две российские беды. Плохое состояние дорог и нетрезвые водители на них. В состоянии алкогольного опьянения в 2014 году задержано 750 водителей. Операция «Нетрезвый водитель» в республике также проводится регулярно. Ольга Пырычкина, Республика. Сегодня в Доме правительства утвердили комплексный план по уничтожению незаконных посевов наркотических растений. Документ вынесли на обсуждение членов антинаркотической комиссии. На очередное заседание в этом году они собрались впервые. Только в прошлом году в республике было уничтожено 11 очагов дикорастущей конопли. Растения произрастали на территории 14 тысяч квадратных метров. Вообще наркополицейским прекрасно известно, какие поля засеиваются дурман травой. В первую очередь во время рейдов осматриваются именно эти места. Глава республики отметил, что необходимо обращать внимание и на дачные участки. Составлять черные списки тех, кто выращивает коноплю в домашних условиях. По-прежнему в республике остро стоит проблема с употреблением спайсов, хотя число больных наркомании в последние годы уменьшилось в разы. Правда, озабоченность вызывают другое. По статистике, чаще всего наркотики употребляют молодежь. Это молодые люди, в основном студентского возраста, или кто завершил, является выпускником средних профессиональных учреждений, высших профессиональных учреждений. И практически они не приступили к работе. Общественности и органам власти всех уровней необходимо сделать соответствующие выводы и активно подключиться к решению этой проблемы. Требуется принятие дополнительных мер по борьбе с этими правонарушениями, совершенствование методик пресечения преступлений в этой сфере. Сразу за антинаркотической состоялась антитеррористическая комиссия. О ее итогах мы расскажем в вечернем выпуске программы «Республика». Чебоксарский детский сад номер 178 носит название «Неболейка». И чтобы оно действительно оправдывало себя, в садике проводятся множество мероприятий, направленных на укрепление здоровья малышей. Степа аэробика – это не только упражнение на развитие координации, ловкости и выносливости, но и хороший способ заинтересовать детей в занятиях спортом. Ведь попрыгать любят все малыши. В этом садике ребята знакомятся со степа аэробикой уже с 4-х летнего возраста. С радостью малыши идут и на занятия в музыкальном зале. Уроки танцев проводятся не только для того, чтобы научить ребят красивым движением. Преподаватели преследуют и более важные цели – укрепление здоровья, в частности, формирование правильной осанки. Я люблю занятия, музыкальный зал, физкультуру, математику. А в бассейн ходишь? Да. В детском саду 178 реализуется городской проект «Юные чебоксарцы учатся плавать». Малыши с 2-х летнего возраста посещают бассейн. На базе этого дошкольного учреждения работает и студия «Золотая рыбка». Учиться плавать сюда приходят дети из близлежащих домов. В Чувашской республике выделяются гранты на поддержку инноваций в детских садах. Наш детский сад уже не единожды получал эти гранты, которые мы используем для создания условий в нашем детском саду для сохранения и укрепления здоровья детей. Используя грантовскую поддержку, нам удалось оборудовать нашу спортивную площадку на территории детского сада, оборудовать традиционным, нетрадиционным физкультурным оборудованием наш спортивный зал. Благодаря занятиям, направленным на укрепление здоровья, в детском саду «Неболейка» хорошие показатели посещаемости – более 85%. Марина Рябцева, Александр Петров, Республика. Работа компаний, организующих финансовые пирамиды в Чувашии, находится под пристальным вниманием правоохранительных органов. Подробности далее. Тысячи обманутых вкладчиков и 300 миллионов похищенных рублей. Таков неутешительный итог деятельности кооперативов и компаний, которые работали по принципу финансовых пирамид в столице республики в течение прошлого и этого года. Сценарий развития событий практически одинаков. Как только набирались необходимые суммы денег, компании просто исчезали с вложениями горожан. Совсем недавно прекратила свое существование и еще одна компания – «Минизайм». Через какой-то период времени они просто исчезли, никто о них ничего не знает, вывеску демонтировали. Куда исчезли, никто тоже не знает. Люди приходят, интересуются, спрашивают, куда пропали. Но, к сожалению, данной информации мы не обладаем. Пик исчезновения пришелся на конец прошлого года. За последние месяцы в Чебоксарах были возбуждены уголовные дела против руководителей восьми подобных организаций. В данный момент по этим делам проводится комплекс следственных и оперативных мероприятий. Если в наступивший срок исполнения обязательств такие компании не выплачивают ни проценты, ни основную сумму вклада, то, конечно, нужно немедленно предпринимать какие-то действия по защите своих интересов. Это либо судебная защита, либо защита путем обращения в правоохранительные органы. Прокуратура предостерегает граждан от вложений в компании, где предлагаются большие проценты за вклады. Ведь вполне возможно, что именно они окажутся следующими в списке исчезнувших. Татьяна Леонтьева, Евгений Анисимов, Республика. Подробно о противодействии финансовым пирамидам в республике вы узнаете из программы Альберта Петрова «Правовое поле». Уходи, зима седая. Уж красавица весны, колесница золотая, мчится с горной вышины. В этом году весна пришла необычайно рано. Из-под снега проступают первые цветы. А с крыш домов весенней трелью капают вчерашние сосульки. Однако зима просто так не сдается. Большую часть предстоящей недели на погоду на территории Чувашской Республики будет оказывать влияние обширный антициклон. То есть ожидается сухая и ясная погода. Атмосферное давление будет высокое. В первой половине этого периода, то есть недели, существенных осадков не ожидается. Ветер будет преобладать в основном северной четверти со скоростью 7-12 метров в секунду. Ночные минимумы будут располагаться в промежутке от минус пяти до минус десяти. А днем в связи с солнечной погодой воздух будет прогреваться до плюс двух, плюс семи. Ближе выходным примерно с пятницы. Антициклон немножечко отойдет и его место займет северо-восточная периферия Атлантического циклона. Он принесет с собой осадки небольшие в виде снега и мокрого снега. Ветер сменит свое направление на юго-западные 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью также останется в пределах от минус пяти до минус десяти, но дневные температуры понизятся и будут составлять от минус трех до плюс двух. Ночью и в утренние часы на дорогах сохраняется вероятность гололедицы. И в завершении выпуска интересная информация для поклонников фольклора. А буквально через пару минут мы снова вернемся в студию и продолжим разговор на одну актуальную тему. Я с вами не прощаюсь, оставайтесь с нами. 18 марта в ДК «Трактора Строителей» состоится концерт исполнительницы традиционных русских песен Марины Девятовой. Певица по-настоящему влюблена фольклор, поэтому на ее концертах никогда не бывает скучно. Шоу-программы Марины Девятовой всегда запоминаются зрителю благодаря зажигательным танцам шоу-балета «Ярдэнс» и живому исполнению любимых песен. Зрители на ее выступлениях играют далеко не последнюю роль. Каждое мероприятие проходит в живом общении со зрителями. Народные песни в современной обработке уже завоевали сердца многих слушателей. Дорогие чебоксарцы и жители Чебоксарской республики, я, Марина Девятова, хочу пригласить вас на свой сольный концерт, который будет посвящен одному из самых главных праздников, который отмечает в этом году наша с вами страна. Это 70-летие победы в Великой Отечественной войне. Концерт пройдет 18 марта во Дворце культуры трактора-строителей в 19.00. Приходите и приводите с собой своих родных, близких, бабушек и дедушек. Будем петь, веселиться и вспоминать те самые добрые времена. Я вас очень буду ждать. С огромным уважением, ваша Марина Девятова. Пока. Русские песни будут жить всегда. Ведь именно они несут в себе добро, любовь и искренний патриотизм. Заказать билеты на концерт Марины Девятовой можно по телефону 51-25-20. А мамочка, зачем, зачем, зачем? Редактор субтитров А.Семкин